Что выгоднее купить? Евро, золото или акции? Сами центральные банки не могут спрогнозировать, будут ли люди тратить. То есть, Евгений, вы ожидаете сильное снижение курса доллара? Да. Если будет инфляция, то приведет ли это к девальвации доллара? Стоит ли сегодня народу убегать из доллара, менять его на акции, облигации, недвижимость? В носках они, если у кого-то там полюдят на черный день. Десятки миллиардов долларов, наверное, связаны именно в кэше просто. Добрый день, меня зовут Эрик Найман и сегодня на канале ХАКС мы поговорим. Широко известный, правда, в очень узких пока еще кругах спекулянтом, инвестором Евгением Халебой. Всем привет, Эрик, привет, рад знакомству. Добрый день, Ерик. Спасибо, что пригласили. Хотелось бы затронуть актуальную тему на сегодня, это будет ли инфляция в Штатах, да, и, ну, и немножко о новом векторе политики ФРС, потому что от этого зависят мировые рынки, естественно, и мировая экономика. Ну, вдаваться на самом деле в причины, да, то есть почему они переходят, ну, нет смысла. Ну, если в двух словах, то понятное дело, что мир, развитый мир попал в ловушку ликвидности. Мы это видим по тому, что около нулевые процентные ставки больше не стимулируют экономический рост и годовые темпы ВВП снижаются. Поэтому, ну, это такая негласная ловушка ликвидности, о ней не говорит, да, ни Пауэлл, там, ни Лигарх и так далее, то есть, ну, ну, это очевидно. Поэтому нужно что-то делать, естественно, с расширением экономики. Ну, и, на мой взгляд, такой негласный, но тоже негласная причина, это то, что накачали вновь экономику, не экономику, а финрынки деньгами новыми, да, и это было беспредельно. Прецедентно, особенно в Штатах, там уровень темпа роста денежной массы М2 увеличился на 24% относительно прошлого года, такого не было никогда. То есть денег очень много, они не выходят в экономику, потому что на них, ну, экономика не расширяется, да, и новые деньги ей не нужны. А мы знаем, что она еще и сокращается, особенно это было видно по второму кварталу в Штатах. И, на мой взгляд, эти деньги, они остаются на избыточных резервах коммерческих банков, они остаются на счете казначейства, то есть они не выходят за рамки финрынка. И их нужно употребить, да, а каким образом? То есть надо простимулировать экономику, чтобы расширялось производство, да, и тогда будет спрос, естественно, на деньги, на рабочую, на труд, понятное дело. То есть это такой здоровый рост, да, которого не хватало на самом деле с кризиса 2008 года. То есть, в принципе, мы видели все это время замедления темпов роста в ВВП, то есть понятное дело, что это и говорит о том, что мы так и не увидели с тех пор нормального, полноценного роста экономики. Вот, это две базовые причины, которые стоит учитывать, да, что они есть. Опыт Японии и ЕС, понятное дело, указывает на то, что этот путь, путь к ЮЕ без расширения производства, он неверный, да, поскольку максимум, что получает страна, это монополизацию финрынка государством, да, то есть, особенно это видно по Японии, там половина актива уже на балансе у ЦБ. Поэтому, ну... А японцы живут при этом? Япония при этом очень... Ну, они так живут. Не, понятное дело, что можно жить, да, конечно. Конечно. Для простого народа, но это, наверное, больше о каких-то больших трендах, да, то есть это не о том, что там завтра будет плохо, да, там, или еще чего-то. Это больше касается гонки, да, в мире, там, кто первый, кто егемон, да, тот, ну... И Америка вряд ли захочет терять сейчас эти позиции, которые она набирала, там, сто лет, да, условно. Тут вопрос, на мой взгляд... Сейчас вопрос шире. Если есть инфляция, или если будет инфляция, даже вот так, если будет инфляция, то приведет ли это к девальвации доллара? Стоит ли сегодня народу убегать из доллара, там, менять его на акции, облигации, недвижимость, какие-то сырьевые активы? На самом деле мы это уже видим, собственно, да, то есть понятное дело, что в условиях низких ставок и роста инфляции у нас реально доходность будет падать. Это уже происходит сегодня, и если верить в ФРС, они не ожидают роста ставки на ближайшие пять лет, но при этом они ожидают, что инфляция будет... Ну, они позволят инфляции расти выше, чем 2% по таргету, по базовой, да, инфляции или по всей инфляции. Что означает, что при низкой ставочке у нас будут дешевые, то есть все активы с фиксированной доходности больше не имеют ценность. То есть весь рынок долга, да, облигации, депозиты, ну и так далее, они, ну, на них спрос упадет. И вопрос, куда бежать, да, то есть это, конечно, главное. Плюс к тому же, ну, естественно, что если ставка низкая, рост инфляции, понятное дело, что чем выше уровень ценки, надо больше денег, то есть понятное дело, что это будет все сопровождаться ростом денежной массы и дальше, то, конечно же, это окажет давление на доллар. Так вот, на мой взгляд, это все преднамеренно сделано Минфином Америки и ФРС для того, чтобы простимулировать экономику. Конечно, есть вопросы к этому, что будут делать экспортно-направленные страны, такие как Япония и ЕС. Но, как мы уже знаем, в конце 80-х уже был такой прецедент, когда доллар был непомерно дорог, и была договоренность, да, между центральными банками о том, что доллар надо спустить. И его спускали общими усилиями. Это соглашение в плазе было, на котором Донас Горошенко сыграл в книге «Алхимия финансов». Да, да, да. Кстати, я сейчас и читаю эту книгу. Очень офигенная книга, да. Всем рекомендую. Мы изучили это где-то полгода назад. Да, вот почему-то мне кажется, что мы сейчас повторяем этот цикл, то есть нужно его снизить для того, чтобы, да, чтобы… Ну, это плюс экспортерам Америки, это снизит спрос на импорт, то есть это плюс выровняется торговый баланс, да. Однозначно это будет помощь для производителя, потому что, ну, и также это будет, это запустит рост инфляционных ожиданий, да, то есть как вынудить… То есть, Евгений, вы ожидаете сильное снижение курса доллара? Да, да, я ожидаю, что он будет… Ну, я это еще ожидал с апреля месяца, об этом все он писал. Это сейчас и происходит. Локально, конечно, доллар сейчас перегрет, понятно, то есть не перегрет, а наоборот, да, то есть он упал. Ну, он упал. Базовые валюты перегреты относительно доллара, конечно же. И те ставки там спекулянтов, да, исторические там или на максимум 5 лет, конечно же, и технически он перегрет, то есть локально может быть отскок. И, в принципе, я его сейчас и играю, этот отскок через шорт там евро, фунт, ну и так далее, и так далее. Фунт уже я закрыл свой. Но глобально, я думаю, что на долгосрок, да, то есть до там, условно там на ближайшие год-два, я уверен, что он будет еще ниже. И это будет целенаправленная политика совместная мировых ЦБ и Минфина Америки. То есть это надо сделать для того, чтобы всем стало лучше, потому что если Америка будет расти, то, конечно же, и экспорт будет расти, стран экспортеров. Если же этого не произойдет, то при рецессии, понятное дело, что импорт Америки упадет, и все равно никто не получит, да, этого рынка, который огромный для стран экспортеров. Поэтому, да, я жду снижения доллара, и, на мой взгляд, это оправдано с точки зрения необходимости для Америки. Против чего упадет доллар больше? Против валют или против каких-то активов? Это же вот две разные. Например, золото обладает нечто смешанным. Оно, с одной стороны, как валюта, с другой стороны, как актив. И золото, мы видим, быстрее набирает ход, чем валюты, например. Хотя тоже корреляция тоже есть, но в основном везде падение доллара приводит к росту цен других активов и других валют. Что в итоге упадет, против чего упадет доллар больше? Что выгоднее купить? Евро, золото или акции? Честно говоря, на мой взгляд, оптимальнее всего, ну, понятное дело, что если мы говорим о консервативных капиталах, пенсионных фондов, там, суверенных пулов, да, там, много государств, то, конечно же, кроме как в золото, идти им некуда, потому что долговой рынок, уже мы это прояснили, да, что он не приносит теперь дохода. То есть надо уходить либо в долг ЕМ рынков, да, которые еще пока остаются положительные, то есть у них реальная доходность еще положительная. Я уверен, что если снизится напряжение в международных отношениях, да, то есть там относительно Украины, России, там, да, Донбасс, да, и так далее, то бенефициарами будут именно ЕМ рынки, потому что, ну, реально у нас есть куда вкладывать, ну, особенно понятное дело, что у нашего соседа, потому что у них есть хоть какой-то финрынок, собственно, да, у нас этого-то нету. Но понятно, что золото, да, это важно, поскольку это еще и защитный актив, да, отчасти. И, на мой взгляд, что оно и дальше будет продолжать рост, и это рост, там, ну, я думаю, там, тысячи три, там, но почему бы и нет. Ну, и на самом деле я это планирую отыгрывать, то есть я жду коррекцию, на мой взгляд, она еще не закончилась, и там опять это все поотбирать и опять ждать ракету, да, условно. Вот. Если говорить о рисковых активах, то, конечно же, при снижении оценки риска, да, то есть при росте аппетита к риску, это может быть в случае, если все удастся, будет идти и инфляционный рост. Тут главное понимать, что первично это инфляционные ожидания. То есть если они удержатся, они сейчас у нас растут, да, если они удержатся, то аппетит к риску однозначно проснется. И, конечно же, будет спрос и на рисковые активы, акции, ну, товары, но товары нельзя сказать, что это чистый актив, да, то есть это, конечно, больше товар, нежели актив, да, то есть это разные вещи. Поэтому я уверен, что и товарный рынок получит поддержку, но это уже в самый последний момент, да. Если о валютах, то, наверное, лучше и ликвиднее вложение, чем евро, для международного капитала нету, понятное дело. И учитывая, что инфляция в еврозоне у нас была в августе, ну, минус 0,2%, да, это дефляция, это сейчас выкинуло резко уровень доходности, реальной доходности активов, выраженных в евро, относительно активов в долларах, да. И мы сейчас там уже выше на ноля. То есть, в принципе, если ожидать рост евро, то можно, конечно же, позариться на евро-бонды, да, на какие-то, либо на акции, ну, каких-то флагманов, да, немецких или там французских. В принципе, можно. То есть я думаю, что бенефициары – это ЕМ-рынки, золото, евро. Ну, и, конечно же, следующий уровень, да, это уже рисковые активы, акции Америки, понятное дело, да. Ну, и, может быть, акции ЕМ-рынка, там, и акции устойчивые, акции компаний еврозоны. То есть это, в первую очередь, Германия, Франция, да, вот такие вот две базовые развитые страны в Европе. Ну, кстати, ФРС США, по сути, расписался в своей неспособности управлять инфляцией и управлять занятостью. И они перешли к политике управления инфекционными ожиданиями. То есть они как начали управлять второй производной, по крайней мере, у них пока есть еще эта надежда такая. Здесь интересные, кстати, да, нюансы. Я считаю, что вот мы видели, да, страшный рост доходов потребителей. Они все были обусловлены, понятное дело, что транспортными платежами, то есть ростом пособий по безработице, да, которое дал им Трамп, ну, и, я имею в виду, Белый дом дал это все. И вот теперь, да, это вот, на мой взгляд, это будет заменять, ну, по кейс-сеансу, да, по классике. Для того, чтобы запустить экономику, надо расширить госраспорт, правильно, да, то есть это, ну, это логично, то есть обеспечить спрос, да, на товары и услуги, те, которые производятся внутри страны. И сейчас, на мой взгляд, этот вектор сдвинут в сторону расходов потребителей. Им дали деньги, и они у них остаются на руках. И теперь их надо вынудить, их тратить, да, а как это сделать? Это понизить будущую покупательскую способность доллара, то есть его понизить, естественно, в будущем, да, и породить этим, да, инфляционное ожидание, что в будущем покупательская способность будет хуже, да, и надо их тратить сейчас. И вот это... Не делайте сбережения. ...отложенный спрос. Не делайте сбережения, тратите деньги. Да, тратить деньги – это американская мечта, да, то есть, ну, по сути, это она и есть, непомерные расходы. И деньги на это у них есть, и таким образом это позволит снизить государственные расходы, да, вот, за счет того, что тратить будут потребители. Но будут ли они это делать? На мой взгляд, да, конечно, а почему нет? То есть, если у нас идет рост инфляционных ожиданий, если мы ожидаем, что валюта наша в будущем будет дешевле, если у нас реальные ставки отрицательные, то есть, куда вкладывать, да, остается их тратить. Тратить на что? Тратить на финактивы, понятное дело, но и часть, вот, значит, на расходы, на наличное потребление, да, то есть, на разную технику и так далее, и так далее. Ипотеку, кстати, да, вот почему бы и нет. То есть, я считаю, что то, что они сделали акцент на инфляционное ожидание, это именно и говорит о том, что они пытаются ополкнуть народ тратить деньги. И это важно для запуска экономики, да, чтобы производители увидели, что идет спрос. По сути, это даже инфляция спроса, да, идет вот по отложенным, то есть, это есть, да, то есть, когда много денег, да, расходы находятся за малым количеством товара. В эти моменты обычно резко растет скорость обращения денег, велосити, так называемая, которая помогает увеличить, ведь что такое инфляция? У инфляции всегда есть две составляющие. Первая – это масса денежная, вторая – это товарная масса. И когда у тебя деньги связаны, они вроде как есть, но инфляции при этом не возникает, потому что они связаны там во всяких сбережениях, на депозитах или просто как в кэше ячейки. В Украине это десятки миллиардов долларов, наверное, связаны именно в кэше просто. В носках, да, в носках они, если там у кого-то там по людям, да, на черный день. Сейчас, кстати, тоже все думают над очень простой вещью. Например, в бюджете Украины на 2021 год заложено достаточно сильное ускорение инфляции. Я делаю вывод, что большинство стран пытаются качнуть инфляцию бюджетом, властям, политикам. Выгодно ускорение инфляции. И сейчас даже и Центральным банкам выгодно ускорение инфляции. Не большое, не катастрофическое, но такое, которое будет стимулировать действительно людей потреблять. И второе, которое будет давать им налоги. Ведь инфляция это же еще и налог такой необъявленный. А учитывая, что огромные стандартные выплаты, огромные платежи по госрасходам, бюджетный дефицит это большие. И вот инфляция это еще один из видов налогообложения. То есть властям это выгодно, соответственно, они будут прикладывать все возможное, все усилия, чтобы качнуть инфляцию. Другой вопрос, получится ли. Потому что пример Европы и Японии пока говорит, что не получается. Те деньги, которые дали сейчас население Америки, это ставка на то, что они будут в будущем тратить. И это и запустит экономику и инфляцию. Не государство, как раньше делалось, да, там, через войны там, да, и так далее, и так далее. А вот именно вот таким вот мирным путем через население. Мы знаем, что 70% расходов в ВВП, это именно потребительские расходы. И 70% издержек предприятий, это зарплаты. То есть, конечно же, это рванет однозначную экономику, и это будет рост. Удастся ли, да, это, конечно, сложно, и я уверен, что никто в мире не знает, даже сами, там, центральные банки не могут спрогнозировать, будут ли люди тратить, будут ли предприятия инвестировать, да, и так далее. То есть, это, конечно, вопрос сложный, но гипотеза, на мой взгляд, достаточно верная, поскольку это необходимо всему миру. И если у Америки получится, то я уверен, что все остальные развитые страны будут переходить на эту модель. То есть, это может быть такое, что это будет длинный тренд, да, очередной будущий рынок, который будет идти вот туда, да, Штаты, Европа, Япония, и так далее, и так далее. То есть, это все растянется еще и во времени. В Украине, кстати, заложено увеличение средней зарплаты на 19%. В следующем году повышение минимальной заработной платы, которая обойдется бюджету в 41 миллиард гривен, по сути, это тоже, это та же самая политика. Они берут бюджетный дефицит, раздают его бюджетникам, просто раздают по повышенным зарплатам. И давайте тратьте, давайте разгоняйте инфляцию. То есть, Украина, как ни странно, копирует ту же самую американскую модель. Поэтому похоже, что весь мир переходит к такому квази-безусловному доходу, который пока еще выглядит не таким, но очень похоже именно на безусловный доход. Слушайте, ну это интересно, но у нас же там менталитет же другой. Если там культивировали американскую мечту, то есть там культ расходов, то у нас, мне кажется, культ сбережений. И сбережения не активны. То есть, это там под матрасами, в чулках и так далее. Если сейчас всем все разнать, они все купят доллары и положат их под матрас. То есть, смотрите, в США американцы пойдут, купят часть потребительские товары, часть бытовую технику, а часть купят акции недвижимости, инвестиционные активы. В России уже пойдут и купят акции, там сейчас просто вега-тренд по покупке акций. В Украине пойдут, потратят деньги, купят доллары и самые продвинутые пойдут и купят американские акции. Но их, к сожалению, будет очень мало. Но такой тренд может быть. И это будет стимулировать ослабление гривны. То есть, как ни странно, мы можем увидеть, у меня ожидание, что в следующем году будут слабеть и доллар, и гривна, и российский рубль. Ну, российский рубль больше зависит еще от цен на нефть. Но вот украинская гривна, похоже, идет слегка по бороде. Ну, может быть, для нас это и нормально, поскольку мы все-таки развивающийся рынок, и мы зависим от внешнего баланса. Нам надо снизить, я уверен, что объемы импорта, а это можно сделать только лишь повысить цены через обесценивание вниверситетные товары. И таким образом мы уменьшим, да, этот вот дисбаланс внешнего всех сектора. То есть, я думаю, что для нас это может быть полезно. Понятное дело, что я не говорю, там, а 35, ну и так далее, да, а вот 30, ну а почему бы и нет? Ну, хуже нам вряд ли станет, прям так, что плохо. То есть, я думаю, что для экономики это может быть толчок для экспортеров, да, расширять производство. И наоборот, это вот расширение рынка труда, это вот то, что нам нужно сейчас, это однозначно. Ну да, как раз вот, ну, это одна из задач, которая стоит перед США, через небольшое ослабление доллара, национальной валюты, ускорить экономический рост. И это будет делать наверняка, что Трамп, что Байден, независимо от имени президента, мы, наверное, увидим это. Но тут вопрос, а Европа сможет ли сопротивляться? В Европе же не нужен сильный евро. Они будут пытаться сопротивляться. Есть ли у них рычаги? А нужно ли им это делать сейчас? Если мы пользуемся опытом, как конца 80-х, когда мир был на грани кризиса, дальше ли было. И это понимали все. То есть, если Америка не выиграет, то, на мой взгляд, достанется всему миру, понятное дело. И согласованное действие центральных банков, которые продолжаются, если не сейчас, я говорю, это то, что мир объединился против кризиса. То есть, где локально можно пожертвовать экспортом, но, тем не менее, если штаты будут расширяться, то импорт их тоже будет расширить. Это же лучше, если у всех рецессия, да, и все страны. В принципе, вопрос здесь о том уровне курса евро, при котором будет совсем плохо для них. Это, конечно, уже да. То есть, тут надо оценивать количественно и использовать экономику. Но есть ли данные для того, чтобы оценить, при каком курсе евро пострадает европейский экспортер? Мы его видели выше 1,3, да, в принципе. То есть, и все у всех было отлично, собственно. Поэтому, ну, я думаю, что до 1,3 даже и нечего, и пытаться там говорить о том, что им плохо. То есть, у нас, вот, к примеру, там, в 2018 год был 1,24 и 2,25, да. Ну, и, в принципе, все хорошо было. Сейчас у нас Америка-2, там, ну, не доскакали, да, немножко. Ну, я уверен, что еще есть куда двигаться. Но тоже и для Америки. Если курс сильно просядет, то мы-то знаем, что Америка все равно остается импортом, направленной страной. В том числе они импортируют ресурсы, которые участвуют у них в производстве. То есть, конечно же, на каком-то уровне курса доллара низком, да, этот импорт подорожает настолько, что внутренние цены будут расти из-за того, что им надо больше тратить долларов на то сырье, которое они закупают для производства у себя в стране. Это тоже будет однозначно, то есть, опять-таки, каналы, да, то есть, где нижний предел по индексу доллара. На мой взгляд, ну, сейчас это 80, то есть, я думаю, что, ну, ниже это уже будет отдельная история. То есть, это уже будет все разбираться по месту. Но к 80, в принципе, я думаю, что в 2021 году мы это увидим однозначно. То есть, сейчас, если, там, обычный человек думает, у него есть наличные, там, гривны или рубли, и он думает, что купить мне, наличный доллар или наличный евро, то лучше купить наличный евро. А если у тебя много гривен, то можешь покупать еще и золото до кучи. А еще лучше акции немножко. Да, конечно, конечно, я думаю, что надо диверсифицировать сбережения, но они же не должны приносить прибыль. Поэтому, ну, как-то, да, если про защиту и о прибыли, да, то это, ну, наверное, золото, естественно. Конечно, неплохо бы купить бы наши по ФЗГ, но, опять-таки, валютный риск, куда его идти, да, и, в принципе, он обоснован. Если гривна там просядет на те же, там, 10%, да, условно, то вся прибыль улетела в трубу, то есть ее нет. Получается, что наши активы, номинированные гривне, ну, они, наверное, сейчас токсичны будут, если мы ожидаем, что курс гривны будет поднижаться. Ну, надо будет... Вот золото, да, евро, да. Что? Надо будет просто дождаться, когда гривна подешевеет, например, 30-32, и тогда уже смотреть. Да, да. Ну, и смотрим, опять, на поведение иностранцев, те, кто держат ОВГЗ. Они уже сейчас уменьшают темпы выхода из гривны, из гривневых ОВГЗ. Ну, я думаю, что вот на курсе 30-32 у них может вернуться аппетит к Украине. Мы будем смотреть и будем тогда, если что, предлагать и говорить, что, да, наверное, пора и гривневых ОВГЗ подкупить. Ну, да, я думаю, что если та конъюнктура, которую мы обрисовали в мире, сложится, то я уверен, что спрос на активы ЕМ-рынков повысится. И поэтому, конечно, надо подождать, пока гривна просядет, ну, хотя бы поближе к 30-ти. И вот так уже можно смакивать наши ОВГЗ. Ну, это то, что более-менее приносит доход. Если мы говорим о защите, то это золото, это евро, да, вот так вот диверсифицировать. И ОВГЗ – это доходная часть этого капитала нашего, который мы разложили по активам. Недвижимость, ну, я этого еще не оценивал, да, ну, понятно, что если при расширении рынка, конечно же, будет все дорожать, но на счет недвижки я не могу сказать, потому что я не анализировал этот рынок еще, у нас это точно. Ну, биржевого нет такого рынка, недостаточно статистики как минимум. С ликвидностью проблемы, там, это специфический рынок на любителя. Опять же, можно купить биржевую недвижимость, я всегда спрашиваю людей, а чего вы мне посмотрите? Купите американскую недвижимость, причем вы там будете еще выбирать, что купить? Жилье, склады, гостиницы, дата-центры, телеком-вышки, хосписы, там, выбирайте, хоть портфель этих делайте. Этого в Украине близко нет, и ликвидность абсолютная, а налоги те же самые. Интересный один момент, который не учитывается, вот с кем я не общался, да, из аналитиков, никто не обращает внимания на то, что инфляция приведет к росту цен на залоговое имущество, да, то есть на те залоги, которые сейчас у нас находятся под займом, да, то есть сейчас все говорят о перепредитованности, о том, что долг очень большой, но ведь долг – это сбережение, и это залог, да, то есть, ну, по сути, это денежная масса, да, потому что здесь будет замещаться в центральном банке. Залог, если он будет дорожать, то эта перепредитованность, она уйдет, ее не будет, потому что залоговое имущество повышается в цене, и получается, что наоборот, это стимулировать деньги, а не то, что мы сейчас… Да, может быть, локально это и так, особенно это было летом, когда была там полудефляция, там, да, от месяца, от месяца. Тогда была проблема, но ее же и погасили с помощью расширения, с помощью QE. И сейчас, на мой взгляд, мы, наоборот, стоим в начале кредитного цикла, то есть если все запустится, и все будет о, то это будет новый будущий рынок, углевое там, ну, там, 5-10 условий. Ну да, это возможно, и как раз в фильме «Уолл-стрит» в самом первом, там был показан последний, то есть уже когда кредитный цикл, бум кредитного цикла закончился, и когда возникла сумасшедшая разница между рыночной стоимостью компаний и ликвидационной стоимостью компании, тогда появилась целая группа стервятников. В фильме «Красотка» с Рикардом Киром, там тоже, он заходил в компанию, покупал, дробил ее, то есть получалось, что ты покупаешь за 2 доллара что-то, и когда дробишь, у тебя на выходе получается 3 или 4, или даже больше. Похожее делали после гиперинфляции в Украине, когда ты тоже покупаешь актив, у тебя по банану оценен там, это трубы, железо и ничего вроде бы не стоит, а реальная стоимость, даже просто попилить на металлолом, она была в разы больше, чем балансовая стоимость. То есть это действительно будет, но это будет чуть-чуть позже. Сначала все-таки первый эффект расширения кредитного цикла вместе с инфляцией, а потом его сжатие с сумасшедшими спекулятивными заработками. Ну, мы точно знаем, что делать, главное дожить и дождаться до этого еще с деньгами. Да, главное выждать. Ну, сейчас самая актуальная тема – это выборы, влияние президентских выборов на валютные рынки, на финансовые рынки. На мой взгляд, Трамп еще, если мы верим в то, что Америка переходит на экономику предложения, то, на мой взгляд, Трамп еще не выполнил свое свободное, поскольку прерогатива республиканцев – это снижение налогов, расширение госрасходов и так далее, и так далее. И в мировой политике, в мировых отношениях сейчас происходят большие перевороты. То есть Америка выходит из транснациональных компаний, всякие ВОЗы, ВТО и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, идет большая такая вот трансформация мировых отношений, да, и плюс еще внутренние нужды Америки, конечно же, Америке нужен протекционизм тоже, потому что им надо поддерживать. Если мы говорим, опять-таки, о том, что выбран пункт экономики предложения, и все будет делаться для расширения производства, а мы знаем, что ФРС уже нам это транслирует, что они ставят в углу угла именно рынок труда, то есть это и есть экономика предложения. То республиканцы еще не выполнили до конца эту роль. И если отталкиваться от экономических реалий и проецировать это на политический мир, то, на мой взгляд, ну и верить в заговоры, да, еще понятное дело, что воля того народа, естественно, то, на мой взгляд, Трамп еще останется на один срок. И общаясь с американцами, они за Трампом. То есть у меня вот, ну, я не так уж прям и со многими общаюсь, но и с теми, с кем я общаюсь, они все за Трампа. То есть они оставили Трампа, оставили Трампа. Это Нью-Йорк, вот, там, Майами, Даллас, это вот те страны, которые, ну, те города, которые вот там вот это все и кучкуется. И, в принципе, я думаю, что, а почему бы его не оставили? Да, у него там лично был, ну, такой недозавершенный, да. Народ-то топит, да, вот, за Трампа. Ну, думаем, что он, наверное, остается. Да, или демократические СМИ выдают это за воле изъявления народом. Мы же... То есть сейчас информационная война происходит не только между странами, но и внутри отдельных стран, в США. Между странами. Он сейчас взяли звезды, объявили чуть ли не бойкот Фейсбуку несчастному. Фейсбук-то тут при чем? Это просто площадка. И вы... Ну, как? Просто людей используют вот этих звезд, а они даже этого не понимают. Ну, может быть, они не понимают, хотя в ряды, да, там, ну, да. Может быть, они не понимают, потому что они далеки от этих всех баталий, и они там... У них свой путь творческий, да, здесь... Звезды очень часто обладают такими левыми, социалистическими, популистскими взглядами. И... Не правое крыло, не бизнес-крыло. То есть сейчас такая война. Какой станет США на следующие четыре года? Она полевее? То есть Штаты полевеют вместе с Байденом? Или продолжится этот крен вправо вместе с Трампом? Идет целый... Не думаю, что это цивилизационный выбор, но он будет оказывать влияние на очень многие вещи. Хотя холодная война с Китаем, я думаю, продолжится. В любом случае, при любом президенте. Это что? Это, на самом деле, он же претендует на роль геймона, да? То есть, ну, как бы... А кто хочет терять это звание? То есть, ну, это же... Ну, понятно, что это ответственность. Понятно, что Америке приходится быть последним крендитором, да? То есть, понятное дело, что кто Америка, да? Кто все заберет, все выкупит, там, ну, и так далее. Но, тем не менее, ну, быть главным в мире, это важно для экономики. Если они не удержат, и Китай рванет, то все. Это смена вообще, смена расстановки сил в мире в целом. Поэтому держим. Китайский юань берем. Ну, тут вопрос в том, а как определиться эта пандемия в дальнейшем, да? Я вот подумал недавно о том, что почему китайцы резко начали наращивать стратегические резервы, стратегических товаров. То есть, это энергетика, да? Нефть, нефтепродукты, промышленные металлы, зерновые. С чего бы вдруг, да? То есть, вроде бы, как цены сейчас были низкие. То есть, взять там металл, или линии взять там ефт, да? То есть, цены все уже на уровне, там, длинных средних, да? То есть, все цены. Может быть такое, что это плата за пандемию. И пандемия была ли она спровоцирована Китаем? Если, вот как Ир повернется, да, к всей этой ситуации, так у нас, Китай, и будет либо в роли плохих, либо в роли хороших, либо нейтральных. Вот так вот и Ир, Ир, а как это предугадать? В принципе, ну, наверное, не как. Ну, я бы пока не играл. Да, но сложно. Мне кажется, что рисков там очень много, и это может все обернуться непонятно как. Вот если бы вкладывать именно в экономику Китай предприятия, то вот тут, наверное, может быть и да. Потому что расширяется экспансия, да, на мировой рынок, в принципе, китайские товары, если там они не кустарные, да, а производства, в принципе, они конкурентоспособные, то есть, есть у них там качественные компании. Наверное, что, если есть куда там вложить, но опять-таки это будет вложение в юаня. Ну, то есть, что делать с валютным риском? Его, конечно, можно захеджировать, застраховать и так далее. То есть, если у них эти инструменты, то иметь не вредные инструменты. Если где-то в Украине. Нет, там закрытый валютный рынок. Хеджировать практически можно, можно. Гонконгский доллар торгуется, ременьи, я не помню, я не торговал им Гонконг, ну, CNH я торговал долларом, вернее, как CNH, не-не-не, это не Санкт-Пурский, CNH это чай на, ну, по-моему, это гонконгский доллар. А, это офшорный какой-то? Да, да, офшорный доллар, но такое, в любой момент, там, пуповинку может или подрезать, или спрейт расширить, то есть, не очень удобно. Хотя, там, мы поймали в свое время через колл-опционный скачок, там, девальвацию доллара небольшую, когда они отпустили его, вот мы как раз очень вовремя это поймали, но это очень-очень спекулятивно, долгосрочно, нужно заходить именно тогда вовнутрь. Ну, ладно, Китай это такая отдельная тема. Да, повезет, не повезет, да, тут такое дело, что это было больше, ну, какой-то ставки, да, ну, конечно, если это делается опционом, то можно и поставить, а почему нет? Там понятен риск, его небольшой относительно, если вдруг ты улыбаешь, а если это делать, там, ну, как-то долгосрочно, с помощью, там, плечей, или фьючерс, или себе, или брать его в руки, да, это будет делать. Тут, конечно, уже будут вопросы длительного характера, если вдруг нет, то что делать дальше. Специфичная вещь. Кстати, об Украине, если бы у нас бы сделали бы все-таки ликвидные фьючерс на 1 доллар, то, в принципе, я думаю, что это бы повысило бы и институтный интерес к стране, потому что можно было бы что-то сделать с риском. Там, причем, не выходя, там, за рамки терминала, там, да, условно, то есть это терминал, там, договорился с банками, там, оформленных сделках, да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это длинный путь, это год. Мне кажется, что этого не было так. Это, на это нужно будет 1-2 года минимум, чтобы снова раскачать рынок. Мы его вот едва-едва создали, мы потом взяли, украинские власти убили украинскую биржу вместе с рынком фьючерсов на гривна-доллар. Сейчас это восстанавливать, это нужно деньги, это опять нужно, ну, то есть заново проходить весь путь, и опять потом возьмут кто-то очередная украинская власть, опять его обрубят. И никто не компенсирует тебе потерянных нервов и времени, и времени. К сожалению. Страна не готова, так я запишу, да, страна не готова к таким действиям. Жак? Хорошо, Евгений. Да, спасибо за беседу. Спасибо взаимно, мне так приятно. Спасибо большое, рад был знакомств, мне приятно. Буду в Киеве, если что, то забегу на автобус. Хорошо, да, спасибо. Спасибо, счастливо, пока. Спасибо вам, что досмотрели до конца, подписывайтесь на наши каналы, на YouTube канал, Telegram канал, в Facebook мы увеличиваем активность, у нас обновлен сайт, скоро будет запущено уже мобильное приложение, очень интересно, и мне будет очень важно понимать, что бы вы хотели видеть в нашем мобильном приложении, что в наших силах вам предоставить. Поэтому спасибо, до свидания.